ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в оригинальной гильдии 2 не было, где развернуться за взятым вояком или убежденным моралистом, то о том пираты европейских морей сводят на нет эти проблемы. Америка с армией. Явление уникальное в игровой индустрии и проект исключительно мультиплеерной направленности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следуя примеру родственной серии Toco Race Driver, игра посвящена сразу нескольким гоночным дисциплинам. Помимо классического ралли, тут представлены также автокросс, ралли-рейды и хилл-клайм. Подъем на горы очень популярный вид спорта в США. Очевидно, что трассы машин вздет больше, чем в любой из предыдущих частей. Совсем новый класс, баги и пикапы, выступающие в американском внедорожном первенце Core, а также внушительные офф-роуд из мира ралли-рейдов. Помимо вышеперечисленного, есть режим карьеры, гидом в котором выступает сам Колин Макрей. Игра поступила в продажу 12 июня 2007 года. В новой части игры все стало намного лучше, больше и интереснее. Вы будете в восторге от одного только главного меню. Приятные звуки и трехмерный интерфейс делают свое дело. Далее вы сможете оценить количество машин и дополнительных раскрасок, а также огромное количество трасс и просто не детского размера карьеру. Для настоящих фанатов гонок на время найдется большое количество настроек, благодаря которым вы сможете показывать самое лучшее время. Ну и для закваски вас порадует целая куча статистических параметров, которыми вы сможете квасаться перед друзьями. В итоге уверенно ставим 5 баллов за геймплей. Поскольку идет изначально разрабатывался с учетом возможностей консолей нового поколения, у игры полностью новые графические и физические движки. За качественную современную графику можно практически не беспокоиться. Игры серии всегда выглядели надлично. А вот о ньютоновских новинках стоит поговорить поподробнее. По словам разработчиков, им удалось реализовать то, о чем мы давно мечтали. Полностью интерактивное окружение трасс и настоящую грязь. Как это выглядит на самом деле, вы можете оценить сами. Правда, это самый минимальный уровень графики. За внешние данные мы также ставим 5 баллов. Не отстает и звуковое сопровождение. Музыка и спецэффекты на высоте. А писать словами непросто. Все подобрано и сведено в наилучшем виде. 5 баллов за звук. Всем фанатам серии и просто любителям погонять на тачках советуем. Эта игра сделана очень качественно и продуманно. Что называется, с душой. Наша общая оценка игры 5 баллов. Новая часть Колин Макрей это само по себе хорошо. А с технологиями нового поколения, доработанной физикой и настоящей грязью, так и вообще отлично. В игре огромное количество изменений, улучшений и всяческих добавлений. И несмотря ни на что, эта игра стоит вашего пристального внимания. А для тех, у кого появились вопросы по игре, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Помогите мне пожалуйста, я никак не могу найти, где включить штурмана, что делать. Отвечаем. Если в игре нет штурмана, надо зайти в панель управления, в меню язык и оригинальные стандарты, поменять в меню расположение и в меню языковые стандарты и форматы на США. Перезагрузиться и штурман появится. Следующий вопрос. Ну подскажите пожалуйста, смогу я сразу после начала игры сесть за руль джипа или в начале придется полигры ездить на этих раллийных тачках? Отвечаем. В самом начале карьеры вам доступно несколько заездов. В них разные машины, в основном раллийные. Чтобы открывать новые машины и трассы, нужно занимать призовые места и зарабатывать деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игры по голливудским кинокартинам стали неотъемлемой частью индустрии. На каждый проходной фильм обязательно найдется соответствующая второсортная игра. Месяц май порадовал нас премьерами трех чуть ли не самых главных блокбастеров года. Пираты Карибского моря на краю света, Человек-паук, враг в отражении и Шрек-третий. А теперь угадайте, какая из перечисленных кинолент обойдет стороной мониторы ваших компьютеров? Правильный ответ. Никакая. Такие лакомые кусочки ушлые разработчики из виду не выпускают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, от Шрека-третьего многое не ждали. Проект по лицензии, сделанный за несколько месяцев и рассчитанный на тех, кому мультика было мало, то есть в основном на детей. Во-первых, игра на дух не переносит мышку. Приходится взаимодействовать с окружающим миром посредством клавиатуры, которая тоже доставляет немало хлопот. Выход один — использовать геймпад. Во-вторых, серьезные проблемы с камерой. Она выдает такие ракурсы, которые повергнут в ужас любого профессионального фотографа. Тут не поможет уже даже геймпад. Вообще, с разнообразием у игры, как и у большинства современных аркад, настоящая беда. В Binox Studios обещали, что у каждого героя будут уникальные боевые приемы. Так оно и есть, но суть их сводится к одному. Одна кнопка — удар рукой, другая — удар ногой, плюс суперудар. Разница лишь в том, как это проделывают персонажи. Например, Шрек бьет рукой со всего взмаху, а кот в запогах пользуется шпагой. Все остальные различия впору выискивать с микроскопом в руках. Системные требования к игре Шрек 3 таковы. Процессор с частотой 1,4 ГГц. Гигабайт оперативный и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске аркада займет 3 ГБ. Игровой процесс — это типичная аркада. На протяжении всей игры мы поочередно управляем четырьмя главными героями. Шрек, Фиона, кот в запогах и осел. А временами переключаемся и на второстепенных персонажей. Сам процесс прост. Носимся по уровням, собираем монетки, выполняем простенькие задания, решаем элементарные головоломки. Если ищем специальные монетки, то они точно будут в закрытом сундуке, который еще придется вскрыть судорожно молотя по специальной клавише. Если ищем солдата, то он каким-то невообразимым образом тоже оказывается в сундуке. На крайний случай в ящике. Тройка с геймплей. По внешнему виду третьего Шрека и не скажешь, что проект сделан по мотивам красочного, яркого и веселого мультика. Тусклые краски с преоплоданием серого и темно-зеленого цветов нагоняют настоящую тоску. В общем, сказка из третьего Шрека выходит никакая. А вот ужастик прелестнейший. Тройка за внешний вид. Зато со звуком все в порядке. Актеры, дублировавшие персонажи, справились со своей работой превосходно. Превосходно. Жаль, но диалогов немного, а шуток и того меньше. По сути, единственная действительно качественная страна игры, и та реализована не до конца. Четверка за звуковое сопровождение. Игра создавалась в расчете на фанатов мультиков, но никак не для поклонников компьютерных игр и уж тем более ценителей хороших аркад. Шрек третий сегодня получает всего лишь трояк. Увы и ах, но на этот раз зеленому огру Шреку не повезло. Шрек третий оказался ужаснейшей аркадой, разработчики которой должны сгорать от стыда перед создателями неплохой картины, ее зрителями и своими коллегами. Но вряд ли они мучаются угрызениями совести. Игра была слеплена в кратчайшие сроки. Копейку свою она заработает. А стремление сделать прекрасное, к сожалению, определяется временем и деньгами. Но несмотря на это, своего игрока эта аркада нашла, и вопросов по ней накопилось немало. Вопрос. А какое специальное умение есть у спящей красавицы? Отвечаем. Спящая красавица лучше всех умеет строить глазки. Ей ничего не стоит победить целый отряд солдат. Один взгляд, и они сами друг дружку порубают. Вопрос. А что за непонятная золотая пыль вылетает из всего, что я ломаю? Отвечаем. Эта пыль может помочь вылечить героя или, если накопить ее достаточно много, даст возможность использовать суперудары или Слоу Мо, режим замедления времени. Вопрос. А как заработать больше очков за каждого поверженного врага? Отвечаем. Старайтесь расправляться со всевозможными пиратами и злобными солдатами как можно эффектней. Швырнув врага в стену или растоптав его огромными лапами Шрека, вы получите куда больше очков, чем если просто стукните его по голове или пронзите шпагой кота в сапогах. Смотрите у второй части программы. The Guild 2. Pirates of the European Seas. Если в оригинальной гильдии 2 не было где развернуться за взятым вояком или убежденным моралистом, то аддон пират европейских морей сводит на нет эти проблемы. Америка с армией. Явление уникальное в игровой индустрии и проект исключительно мультиплеерной направленности. Смотрите у второй части программы. Америка с армией. Явление уникальное в игровой индустрии и проект исключительно мультиплеерной направленности. The Guild 2. Pirates of the European Seas. Если в оригинальной гильдии 2 не было где развернуться за взятым вояком или убежденным моралистом, то аддон пират европейских морей сводит на нет эти проблемы. Американцы, как известно, нация практичная и привыкшая из всего извлекать выгоду. Как оказалось, такого рода настроения близки не только рядовым гражданам США, но и серьезным дяденькам в погонах из Министерства обороны. Здраво рассудив, что нынешнюю молодежь не соблазнишь разговорами о мировой победе демократии, они вложили ни много ни мало 8 миллионов долларов в онлайн-ФПС, призванные воспитывать в молодых геймерах чувство гордости за вооруженные силы и вообще, и американские в частности. Америка с армией. Явление уникальное в игровой индустрии и проект исключительно мультиплеерной направленности. В игре, однако, присутствуют тренировочные миссии, которые рекомендуются пройти перед сетевыми баталиями, дабы понять основы игры, получить начальные навыки и обзавестись стартовым хонором, показателем опытности игрока, который будет расти или падать в зависимости от ваших успехов в сетевой игре. Тренировки разбиты на ряд этапов. Владение штатной винтовкой М-16 и гранатами, снайперский курс М-24 и М-82, прыжки с парашютом, тест названия медика, а также спецназовские тренировки. На сладкое оставлено знакомство с ПЗРК «Джейвелин» и навыки управления армейским джипом с обвесом в виде боевой системы «Кроуз». Получив за каждый пройденный курс по соответствующему бейджу, вы будете готовы вступить в бои, проистекающие на тысячах серверах. Раскиданных по всему миру. Минимальные системные требования игры таковы. Pentium 4, 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3,5 ГБ на жестком диске. Основной режим «Деплоймент» содержит 40 карт и две кооперативные миссии. В первых, команды бьются друг против друга, выступая в роли американских военных и враждебных имбан в формировании. В кооперации игрокам предлагается объединенными усилиями решать задачи, в которых им противостоит искусственный интеллект. Выбор вооружения достаточно велик. Максимальный размер каждой из двух команд — 13 человек. В полной комплектации это два снайпера, два пулеметчика, один гранатометчик и обычные штурмовики. Что примечательно, за какую бы команду вы ни играли, вы всегда будете янки. Действие игры напоминает Counter-Strike, однако же America's Army более реалистичен. Здесь гораздо обширнее карты и, соответственно, больше возможностей для реализации себя в качестве тактика. Наша оценка геймплея — 5 баллов. При создании игры был использован сильно модифицированный движок Unreal Tournament. Бойцы реалистично бегают, умирают, делают знаки товарищем. Взрывы и дым на поле боя не выбиваются из общей картины. И иной раз складывается впечатление, что мы действительно присутствуем при проведении военной операции. Наши санкографики — 5 баллов. Музыка в игре, как того следовало ожидать, представляет из себя шаблонный набор военных маршей. Но вот звук не подражаем. Выстрелы, разрывы гранат, короткие команды по радио и отчеты бойцов — все это постоянно льется из ваших колонок. Наша оценка звука — 5 баллов. В отечественном опыте присутствуют попытки создать что-то подобное. Вспомнить те же поделки — спецназ «Антитеррор» и серию «Боец Собора». Так вот, проект «Америка с Эрми» — эталон в области постановки игровой индустрии над службой национальным интересам и российским силовикам есть чему поучиться у американских коллег. Наша общая оценка игры — 5 баллов. «Америка с Эрми» прежде всего привлекательна тем, что для конечного пользователя, то есть для нас, с вами абсолютно бесплатно. Что, в общем-то, нетипичный ход для такого серьезного проекта. Навряд ли, конечно, она будет способна поколебать трон того же Counter-Strike. Однако армия поклонников, которая насчитывает почти 10 миллионов игроков, раскиданных по всему миру, уже говорит о том, что игра пользуется успехом. Для тех, кто заинтересовался этим, с позволения сказать пиар-ходом американских силовиков, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. «Я хочу побывать в роли снайпера, но эта позиция для меня закрыта. Почему так?» Отвечаем. «Вам нужно завершить курс снайперских тренировок, а они откроются, как только вы настреляете в учебки из М-16, 36 мишеней и 40 доступных». Следующий вопрос. «Меня часто убивают мои же товарищи. Они что, не видят меня?» Отвечаем. «В игре есть мини-карта, но информация на ней не всегда полная. Чтобы обозначить свое присутствие на ней, старайтесь почаще пользоваться опцией «Report your location». Тогда ваша команда всегда будет знать, где вы в данный момент находитесь». Следующий вопрос. «А есть ли в игре танки?» Отвечаем. «Они есть, но только под управлением искусственного интеллекта. Зато в некоторых миссиях вам предоставится возможность поуправлять джипом «Хаммер», обладающим большой мобильностью и огневой мощью». Средние века, если верить истории, были временами темными, и жить в них было ой как непросто. Времена великих надежд, невиданный подъем научно-технической мысли, колыбель возрождения и идея независимости – вот чем была Европа в начале 15 века. Аддон «Пираты европейских морей» к знаменитой «Гильдии 2» позволяет приоткрыть завесу тайны над этим историческим периодом и взглянуть на перипетии жизни европейца тех времен, так сказать, глазами непосредственного участника. Что же изменилось в мире «Гильдии 2» за полгода? В первую очередь добавили новых карт в количестве четырех штук, но главные изменения, что не может не радовать, коснулись игрового процесса. Основной режим игры «Денис Тимот» содержит теперь в себе следующие пути развития – Паттерн, Крафтсман, Сколор и Роук, каждый из которых содержит в себе от трех до пяти профессий. В плане свободы действия ничего не изменилось. Вы вольны на каждом поколении менять род занятия, коль скоро вам позволяют финансы. Режим кампании предлагает историю судьбы бедного рыбака, начинающего почти в полной нищете и безвестности, да еще и грузом души в виде попавшего в опалу отца и ныне почившего. Сможет ли династия Витчбелл достигнуть небывалых высот и восстановить справедливость – зависит только от вас. Разработчики уверяют, что это занятие отнимает у вас не менее 10 часов игрового времени. Рекомендуемые системные требования игры таковы. Pentium 4, 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативки, 128 ГБ видео и 2,5 ГБ на винчестере. Если в оригинальной гильдии 2 не было, где развернуться за взятым вояком или убежденным моралистом, то аддон «Пираты европейских морей» сводит на нет эти проблемы. Теперь вы вольны выбирать свой путь, как вам заблагорассудится, а система властных структур с ее титулами и закулисными интригами способна удовлетворить любого политикана. Наша оценка геймплея – 5 баллов. В графике игры практически нет никаких нареканий. Интерьеры зданий, да и сами городки выписаны любовно и до мелочей, однако лица персонажей и их мимика оставляют двоякое впечатление. Впрочем, такого рода мелкие огрехи не сильно критичны, а видеоряд в общем и целом остается на уровне. Еще стоит отметить великолепную анимацию водной глади, а также мягкую смену времени суток, погоды и сезонов. Наша оценка графического оформления – 5 баллов с небольшим минусом. Музыка гармонично вписывается в происходящее на экране и даже подстраивается под игровые события, меняясь от умиротворяющих трелей до почти военных маршей. Звуковые эффекты также разнообразны. На рынках слышны обрывки разговоров торговцев, в лесах слышны трели птиц, а на море в перерывах между баталиями можно насладиться плеском рыбешки. Наша оценка звука – 5 баллов. Пираты европейских морей – добротный продукт и достойный продолжатель традиции «Гильдии 2». Фанаты игры, безусловно, будут в восторге. А те же, кто про неё не слышал, смогут неспешно изучить тонкости игры и насладиться её совершенством. Особенно это приятно на фоне штиля в игровом мире, который традиционно воцаряется в летний период. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Дополнение «Пираты европейских морей» по сути является независимым проектом, который развивает и добавляет идей к оригинальной второй части гильдии. В первую очередь, внимание к деталям. Вот что делает игру нетривиальной. Какой бы путь вы для своей династии не выбрали – мирные патроны, нищенствующие ловеласы или отчаянные головорезы – вы так или иначе столкнетесь с кучей мелких забот. Чтобы разобраться в некоторых тонкостях игры, смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Постепенно количество зданий в моём владении возросло, и я не успеваю за ними следить. Как мне быть? Отвечаем. Действительно, микроменеджмент становится проблемой, когда у вас параллельно развиваются 2-3 производства и большая часть времени уходит на рутинные занятия в виде продажи товара или закупки ресурсов. Эту часть можно отдать под управление искусственного интеллекта, с помощью режима «менедж-билдинг», где вы вольны выставить любую степень автоматизации тех или иных действий. Следующий вопрос. Какова роль занимаемых должностей в городском совете? Отвечаем. Политическая составляющая игры более чем важна. Занимая ту или иную нишу в администрации города, вы получаете дополнительные инструменты влияния. Карьерный рост, как и полагается, состоит в преодолении всех ступенек ветви управления. Невозможно, скажем, сразу стать мэром или начальником королевской гвардии. Однако политика – дорогостоящее занятие. Каждая заявка на выборы выливается в кругленькую сумму. Так что не злоупотребляйте этим, особенно на начальных этапах игры. На сегодня это все. Меня зовут Борик Ротер, это был Фак. Заходите в форум на сайте mustv.ru, я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.mustvstv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok